Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам ФМ бизнес-канал, двухчасовой прямой эфир, в котором мы говорим с вами о том, как делается бизнес в России. Первая его часть, первый час с 17 до 18, называется «Бизнес-класс». И, собственно, в данном эфире мы непосредственно встречаемся с бизнесменами, говорим о том, как они живут, как они выживают очень часто. Тема сегодняшней программы – рынок денежных переводов в России. И у меня в гостях Евгений Бутюгин, региональный директор «Мани Грэм» в России, СНГ, Восточной Европе и Израиле. Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Тема, я думаю, многим интересна и, по крайней мере, востребована для огромного количества россиян, наших слушателей. Присоединяйтесь к нашему разговору, звоните, телефон студии 6510-996, код Москвы 495. Или пишите. Для этого есть интернет-ресурс финам.фм. В закладке «Комментарии» вы можете задать свой вопрос Евгению, либо просто прокомментировать то, о чем мы сегодня говорим. Итак, рынок денежных переводов в России. Кстати, надо сказать, наверное, что компания под названием «Мани Грамм» – это, я бы сказал, яркий представитель этого рынка, крупный представитель. Я уж не говорю о крупнейшем. Правда ли это, Евгений? Ну, правильно, наверное, сказать, что это одна из лидирующих мировых компаний, которая, в том числе, и представлена в этом регионе. И, в первую очередь, сегодня мы будем говорить о России. Также, может быть, затронем Россию, СНГ. Наверняка затронем, да, потому что, в любом случае, денежный перевод – это все-таки адресат, да, это отправитель, адресат. Этот адресат не обязательно может быть находиться в России, что, наверное, тоже очень важно, да. Этот адресат может находиться за пределами Российской Федерации, в этом есть определенные плюсы. Ну, первый мой вопрос, Евгений, будет, собственно, резонным, видимо, да, очевидным, ожидаемым. Что собой представляет рынок денежных переводов сейчас? Насколько он обширен, насколько он востребован, да, и так далее. Если говорить о рынке денежных переводов Российской Федерации, то он является одним из крупнейших в мире. С точки зрения глобальных масштабов – это рынок номер три после Соединенных Штатов Америки и Саудовской Аравии. Согласно данным Центрального банка России, по результатам 2011 года общий оборот рынка был больше 20 миллиардов долларов. По официальным данным, за три квартала 2013 года эта сумма составила уже более 17 миллиардов долларов. То есть он очень динамичный и постоянно растет. Это здорово, это здорово. А почему, кстати, такая, мне казалось, забавная история? На первом месте Штаты, ну, наверное, это логично, они во многих вещах на первом месте, да, на первом месте. Потом вдруг Саудовская Аравия, неожиданно, и мы на третьем месте. Это от чего зависит, востребованность этой услуги, она от чего зависит? То есть менталитет, я не знаю, близость к нефтяной трубе, наличие таковой, как минимум, да? Она прежде всего зависит от мировых миграционных процессов. Если мы будем рассматривать миграцию, то первой страной в мире по привлечению трудовых мигрантов является Соединенные Штаты Америки. Так. А Россия является второй страной. Вот я тоже, да, на Саудовскую Аравию вряд ли можно поставить, да, на второе или третье даже место по привлечению мигрантов. Наоборот, они за этим следят, так чтобы... Они за этим следят, но, тем не менее, если вы посмотрите арабский мир, где идет промышленная и большая добыча нефти, они привлекают очень много трудовых ресурсов. Это связано, опять же, с их демографической ситуацией. Они привлекают из Филиппин, из Пакистана, из Индии, там очень много мигрантов. То есть можно говорить о том, что, да, вот эта услуга, она прежде всего востребована именно трудовыми мигрантами, да? Можно так говорить? По нашим данным, 85% наших клиентов, это именно трудовые мигранты, люди, которые приехали сюда работать, зарабатывать и пользуются услугами денежных переводов, в том числе и компании MoneyGram, для того, чтобы поддерживать свои семьи, своих близких, которые остались на родине. А, кстати, вот подобные услуги, они все-таки, если во времени говорить, да, и говорить о Российской Федерации опять, они, видимо, не так давно, да, стали востребованы или не так давно стали популярны. А что до этого было? Был обычный почтовый перевод? Или, может быть, можно говорить о том, что иммигрантов-то не так много было, да, некоторое время назад, поэтому... Ну, если вообще говорить про денежный перевод, то ему насчитывается 150 лет. История денежных переводов началась в США, и она тесно связана с изобретением телеграфа. Если мы говорим про Российскую Федерацию, то денежные переводы начались в начале 90-х, вместе с началом рыночных реформ. Если говорить про компанию MoneyGram, то она работает на рынке уже больше 70 лет. 70? 70 лет. И в России мы начали свою деятельность с 1996 года. То есть понятно, что, да, и по объективным причинам начинала свою деятельность компания за рубежом, да? Это прежде всего где? В Соединенных Штатах Америки. Да, это прежде всего, да. Наша штаб-квартира находится в Далласе, и мы котируемся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это очень важно. Мы глобальная компания, мы работаем в 197 странах, поэтому бизнес все время расширяется. Ну и надо говорить о том, что, наверное, эта услуга все более становится востребована, да, по причинам, о которых мы уже говорили раньше, да, миграция увеличивается, соответственно, и необходимость в отправке и поддержании, да, своих семей, которые остались где-то там далеко, на родине тоже возрастает. Как, в принципе, работает вот эта самая служба, да, денежных переводов, как эта технология работает? Что нужно делать-то? На самом деле работает она очень просто и удобно для потребителя. Для того, чтобы сделать денежный перевод, вам всего лишь нужно иметь паспорт. Вы можете прийти в один из 23 банков-партнеров Российской Федерации, среди которых Сбербанк, Росбанк, Уралсип, Восточный Экспресс, либо в сеть салонов связного. Вы приходите, даете свой паспорт оператору, говорите сумму, которую вы хотите перевести, и адрес получателя. Не адрес получателя, имя получателя. Наши переводы являются безадресными, то есть, если мы переводим в какую-то страну, то перевод можно будет получить в любом отделении компании MoneyGram в этой стране. А, понятно. То есть, адрес, он в конечном итоге связан с компанией, да, непосредственно. Я прихожу либо в офис компании непосредственно, либо к банку-партнеру прихожу, да? Либо в ритейловую сеть. Да, либо в ритейловую сеть, и говорю, вот на мое имя должен быть перевод. Да, причем вы можете сделать это в любом отделении. Где есть, вы видите, значок компании MoneyGram. Понятно. То есть, и отправить я могу в любом, и получить я могу. Да. По миру у нас больше 310 тысяч отделений. В том числе в Российской Федерации более 15 тысяч. То есть, в любом случае, да, я наверняка смогу это сделать, да, с минимально возможными перемещениями. Сразу у меня вопрос, наверное, резонный. Я что-то плачу за эту услугу или нет? Конечно. Конечно. Конечно, вы платите. У нас существует тарифная сетка на перевод. А зависит она от чего? От суммы, от страны, так сказать, от адресата, да, далеко, насколько далеко или нет? Она зависит как от суммы, так и от страны, в которую вы отплавляете. То есть, чем дальше, тем дороже, естественно, чем больше, тем дешевле, нет? Это больше зависит от коридоров. Условно, рынок можно как бы разделить на три больших части. Первая часть – это переводы внутри Российской Федерации. Вторая часть – это переводы в страны СНГ, куда идет 85% основного объема переводов. И оставшаяся часть – это так называемые страны дальнего зарубежья. Соответственно, у нас есть несколько тарифных шкал для этих переводов. То есть, рынок внутри России, наверное, наиболее дешев, да, я так предполагаю? Да, он будет наиболее дешевым, в том числе он очень конкурентный. То есть? То есть, на нем в основном работают местные игроки, и компания MoneyGram не присутствует на местном рынке. То есть, мы переводами внутри России не занимаемся. Действительно, да, можно говорить, что вот этот рынок, как минимум, внутри России, он настолько насыщен, да, участниками, игроками, что… Местными, да. Да-да. Тоже Сбербанк, Почта России, да, они активно продвигают эти переводы. Я предполагаю, что в какое-то время вы, когда, так сказать, на Россию посмотрели, да, вы, естественно, как и многие другие бизнесмены, занимающиеся другими вещами, вы наверняка сказали, что вот Россия сейчас, там, с недавних пор, да, чуть больше 20 лет перешла в рыночные отношения, открылся железный занавес. Соответственно, Россия – это огромный потенциальный рынок, да, огромные возможности здесь, это очевидно. Вот. И вы, как глобальный игрок, на Россию посмотрели и сказали, давайте мы тоже попробуем свою нишу там занять, да, окучить этот огород. И в результате что произошло? Вы пришли и говорите, о, здесь тоже есть ребята, которые, да, этот огород уже окучивают, но они в основном внутри, поэтому мы это даже трогать и не будем. То есть, настолько нерентабельно, да, было бы конкурировать с ними. По официальной статистике того же Центрального банка России, в Российской Федерации работает 19 различных платежных систем. 19. У нас есть очевидное конкурентное преимущество перед большинством этих игроков, это наша глобальная сеть, как я уже сказал, это 197 стран. Соответственно, мы хотим продвигать продукт конкурентно способный и сфокусироваться именно на трансграничных переводах из Российской Федерации. То есть, это изначально политика такая, да, поскольку вы транснациональная компания, то вам, что называется, и карты в руки, да, зачем вам по-другому смотреть на вещи. Так, замечательно, замечательно, замечательно. Значит, мы говорили о том, да, ну, поговорили о том, как технически выглядит эта история, она не сложна, я так понимаю, да, то есть я хочу отправить деньги, я прихожу с паспортом, вот, показываю этот самый паспорт и называю страну и имя. Имя, в смысле? Получателя. Ну, имеется имя или фамилия, имя, отчество или паспортные данные. Нет, фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчество, да. Кстати, не может здесь никаких возникнуть неоправданных рисков, что ли, кто-то придет под фамилией, с таким же фамилией имя, отчество, и, так сказать, произойдет казус некий. Бывают такие? Очень-очень хороший вопрос. Единственное, Евгений, мы сейчас на него ответим уже после того, как послушаем новости, с удовольствием послушаем новости. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы «Рынок денежных переводов в России». И в гостях еще раз я представлю Евгений Бутюгин, региональный директор «Маниграм» в России. СНГ, Восточной Европе и Израиле. Напомню и для вас, уважаемые слушатели, у вас есть возможность задать вопросы сегодняшнему гостю, позвонив по телефону в студии 6510996, код Москвы 495, либо написать сообщение на сайте финам.фм. Итак, мы продолжаем наш разговор с Евгением. И, собственно, до того, как уйти на новости, вот вопрос прозвучал. И, в принципе, если можно, я бы так его еще перефразировал. Существуют ли некие риски, когда я доверяю свои деньги системе денежных переводов? С чем они связаны, эти риски? Могут ли деньги потеряться? Могут ли они не найти нужного мне адресата по какой-то причине? Ну и так далее. Ну, риски всегда присутствуют. Если мы говорим про нашу систему денежных переводов, человек, когда делает перевод, он предоставляет свой паспорт, говорит имя получателя. Когда перевод заводится в систему, то человеку-отправителю дается восьмизначный уникальный цифровой код. Вот, это важно. Этот цифровой код отправитель сообщает получателю. Соответственно, когда получатель денежных средств приходит в любую точку компании MoneyGram, он предоставляет свой идентификационный документ плюс этот уникальный номер. Таким образом, он идентифицируется в системе, оператор находит его и перевод выплачивает. То есть, в этом случае вот этот риск, о котором мы начали говорить, что пришел, ну так бывает, случайностями жизнь полна, пришел человек, имеющий ту же фамилию, имя, отчество, показал паспорт, и он говорит, да, ты тоже Иванов Иван Иванович, и выплатили ему средства, которые ему не причитаются. Вряд ли он от них откажется. Но для этого он случайно должен угадать восьмизначный номер. Да, совершенно верно. Именно так, восьмизначный идентифицированный код. А это уже, конечно, вероятность этой случайности сводится к нулю практически. Хорошо, да, здесь я согласен, риски практически исключены. А вот риск того, что деньги где-то в пути потеряются, в пути, в дороге... Нет, это невозможно. Тоже невозможно, да? По правилам компании мы гарантируем выплату. Технологически мы готовы сделать выплату только что отправленного перевода через 10 минут в любой из наших... То есть, по большому счету, ведь речь идет не о физическом перемещении денег в пространстве, да? Мы говорим о электронных платежах, коими сейчас весь мир пользуется, да? Да, но деньги выплачивает наш агент, а потом уже через какое-то время идет система расчетов между отправителями и получателями через компанию MoneyGram. Я понял. Так давайте еще раз все-таки коснемся вот этой важной темы. Я перевожу деньги и за это плачу в соответствии с тарифами, о которых вы уже говорили. Плачу я только один раз. Если аналогия банковского перевода, допустим, не знаешь, насколько она корректна, но там мы говорим, да, что вот есть у меня счет банковский, я хочу сделать перевод, соответственно, плачу. Потом средства за наличку я плачу. Если у меня есть, да, возможность или необходимо сконвертировать, если я плачу за конвертацию, и у меня набегает такая там сумма, мамы не горю, и в результате я отказываюсь от этого. Вот все это присутствует и в системе денежных переводов? В нашей системе все это тарифное образование, оно прозрачно. Тариф платит только отправитель. Также, если ему необходимо конвертировать денежные средства, то по условиям компании MoneyGram в чеке, который он получает, там будет видно курс, по которому. Да, то есть какая сумма в результате там придет. Сумма, которую ему нужно нести в одной валюте, именно тариф, и сумма в валюте выплаты, которая будет выплачена получателю. То есть все это прозрачно, и это мировая политика компании MoneyGram. Полная прозрачность для клиента. Кстати, Жень, очень интересный, для меня, по крайней мере, интересный вопрос. А по какому курсу предлагает ему конвертация? Тут вариантов масса. В Российской Федерации мы работаем только с долларовыми переводами на данный момент времени. Соответственно, люди через нашу систему отсылают только доллары. То есть они уже должны в каком-то из банков-партнеров конвертировать по курсу этого банка. А, то есть вы рубли не принимаете? Мы не принимаем рубли. А, понятно, понятно. Это только трансграничные переводы. Мы делаем их сейчас в долларах США, и планируем в ближайшее время делать... То есть я правильно понимаю, вот человек, который хочет отправить, пришел к вам в отделение, и у него уже должны быть доллары. Да. Наличные или безналичные, там как угодно, да? Наличные. Он вносит в кассу банка-партнера, говорит, что он хочет сделать перевод MoneyGram, и ему уже дают распечатку, сколько денег, какая комиссия, сколько будет получено. Я понял. Вот сейчас я так мучительно представляю, в какую валюту конвертировать. Ну, допустим, я отсюда отправляю доллары куда-нибудь на Украину. На Украину, и корректно будет, чтобы там рубли туда упали? Корректно, в Украине, или все-таки гривны лучше? Нет, люди там берут доллары. Там выплаты в долларах. Можно, конечно, сделать выплату в евро, но, наверное, это будет не очень выгодно. То есть, естественно, произойдет какая-то конвертация. Ну, вот я, опять-таки, к этому и подвожу все время. По какому курсу будут конвертироваться? Ну, обычно это курс, который очень близок к курсу национального банка. А, то есть ориентируется именно на центральный банк, да? Ну, естественно, да. Потому что есть некие рыночные курсы, есть курсы коммерческих банков, которые, как вы понимаете, очень часто отличаются от курса центробанка. Нет ли здесь, кстати, вот, извините уж за такой хитрый ход, может быть, да? Нет ли здесь о скрытой комиссии, когда вы говорите, вот мы будем по такому курсу конвертировать ваши денежки? Да, я удивляюсь. Почему по такому? Это не курс ЦБ, это не курс на рынке Форекс, это вообще никакой, не рядом, да, что называется. Это наш вот там. Как я уже сказал, мы полностью прозрачны в вопросе ценообразования, и до того, как клиент совершит перевод, мы сразу ему говорим, по каким курсам произойдет конвертация для того, чтобы произошла выплата на стороне получения. То есть у него есть возможность, да? Посмотреть и принять собственное решение. Совершенно верно. Устраивать, не устраивать, в конце концов. Личное дело каждого. Да, поэтому никаких скрытых комиссий не присутствует. Значит, это важный вопрос, и я опять пытаюсь подрезюмировать. То есть я плачу только то, что вот, о чем мы говорили, да, озвучили. Я плачу только комиссию, которая тарифицируется тоже за услугу перевода. И один раз на стороне отправления. Один раз, да, на стороне отправления, а получатель, соответственно, уже принимает то, что к нему пришло, без всяких выплат, всяких комиссий. Взял и пошел. Это радует, это радует, конечно. Хорошо, дальше давайте тогда мы поговорим о том, а сколько времени, да, занимает, ну, в среднем этот самый денежный перевод. Ну, учитывая присутствие агентов, я так понимаю, что это какие-то уже... Это будет зависеть от агента банковский, это агент или сеть салонов связной. Если мы говорим про банковских агентов, то это где-то займет от 10 до 15 минут. А в сети салонов связной процедура более эффективная. Существует этап регистрации, то есть можно уже внести до 10 получателей в систему. Идентификация происходит по мобильному номеру клиента-отправителя. Соответственно, в следующий раз, если клиент приходит делать еще раз перевод, он говорит свой номер мобильного телефона одного из 10 получателей, которые уже были заведены. И такой перевод может быть сделан буквально за 3-5 минут. Ну, это опять прерогатива того, что используются современные технологии, что называется. Соответственно, очень важно... Телефон, смс. Очень важно отметить, что перевод будет готов к выплате еще через 10 минут. То есть, соответственно, можно сделать всю операцию, образно говоря, за 15-20 минут от начала справки и получить уже в другой стране. Через 15 минут я уже слышу звонок и радостный голос говорит мне о том, что... Ну да, сначала вы только должны передать номер идентификационный. А потом уже, да, что все получено, да, спасибо огромное. Здорово. Это здорово. Это, наверное, все-таки еще и заслуга того, что живем в 21 веке, да, высокие технологии помогают, да, оперативно решать подобные вопросы. Ну и эффективно выстроен процесс. У нас единый процессинговый центр, который обслуживает операции по всему миру. Соответственно, этот процесс позволяет так эффективно проводить денежные переводы. Еще один интересный, наверное, вопрос, учитывая, тем более, что вы транснациональной компанией, в частности, ну, мы говорим о денежных переводах за границу, за рубеж. Не знаю, насколько сейчас актуальна эта информация, но некоторое время назад мы об этом говорили. Если я физически хочу, да, перевести через границу какую-то сумму денег, то мне по нашему российскому законодательству будет ограничение, да, не более такой-то суммы. Есть здесь ограничения какие-то за перевод, да? В системе Монеграма ограничение установлено на уровне 10 тысяч долларов, не более 10 тысяч долларов за перевод. Тем не менее, в различных странах могут быть установлены какие-то законодательные лимиты. Например, в Российской Федерации резидент не может перевести за один раз более 5 тысяч долларов. Такого ограничения для нерезидентов Российской Федерации для отправки из России их нету. Поэтому существуют различные лимиты в самой системе до 10 тысяч долларов. В данном случае, смотрите, если я россиянин хочу отправить, да, вы приду к вам или еще куда-то, мне скажут, вот до 5 тысяч, не больше за один раз. Если я нерезидент, то есть я житель другого государства, значит у меня ограничение до 10 тысяч. А принимающая сторона ограничивает каким-то образом? Это тоже зависит от законодательства принимающей стороны. Но если по нашей системе 5 тысяч долларов были отправлены, то они обязательно выплатят в другой стране. А, независимо от того, какие ограничения там. Нет, естественно, об этом будет сообщено человеку-отправителю. Да, я буду знать, да, что 5 тысяч нет смысла, допустим, отправлять, потому что там за раз человек может принять только 2 тысячи. Да, значит, соответственно, а как, ну, наверняка же, да, есть такая практика, нужно отправить существенно большую сумму. То есть вариант какой? Я ее разбиваю на несколько частей, ну, условно говоря, по 5 тысяч, да, и отправляю в течение какого-то времени. Вот это время тоже каким-то образом просчитывается, да, и могу там через 5 тысяч, потом через полчаса, еще 5 тысяч, через полчаса, еще, или там, я должен каждый день это делать или что? Ну, мы отслеживаем подобные операции, как я уже сказал, мы являемся американской компанией, то есть разбивание крупных сумм на мелкие невозможно. 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 И опять же, нашей системой пользуются только для некоммерческих переводов, то есть это переводы между физическими лицами, как мы уже говорили о мигрантах, туристах, родителях, которые поддерживают. Ну, мне сейчас показалось, что вот сложно определить, да, коммерческий это перевод или некоммерческий, даже если это перевод между двумя физическими лицами. И уж тем более, откуда вы знаете, вот я отправляю сумму частями, я, может быть, не разбиваю ее, изначально у меня не было, там, 100 тысяч долларов, а просто у меня вот возникла необходимость, 5 тысяч я отправил, а потом еще необходимость, еще 5 тысяч, а потом еще необходимость, еще 5 тысяч. Или просто, может быть, ограничение во времени какое-то, то есть я не могу, отправив одну сумму, я не могу там в течение недели отправить другую, например. Нет? Нет таких? Мы отслеживаем все денежные переводы и ту схему, которую вы предлагаете, она тоже будет отслежена компанией MoneyGram. И вполне возможно, она будет заблокирована в этом случае. Ну, то есть, в любом случае, да, если вы увидите, что-то здесь не то, что-то здесь не так, как-то это подозрительно выглядит, да, вы сначала галочку поставите, а потом можете просто этому абоненту, да, уже доступ к переводам просто запретить, да? Вполне возможно, мы созвонимся с этим абонентом, сконтактируемся и выясним причины этих действий, да. Это правильный подход и такая практика наверняка применяется и не только у вас. Значит, сейчас у нас снова время новостей на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжим. Продолжим эфир бизнес-класса. Тема сегодняшнего рынка денежных переводов в России. И в гостях Евгений Бутюгин, оригинальный директор MoneyGram в России, СНГ, Восточной Европе и Израиле. Я напомню, да, на всякий случай, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495. Еще раз давайте, медленно. 651099,6. И сайт компании финам.ФМ. Звоните, задавайте свои вопросы. А Евгению, значит, мы продолжим наш разговор. И я хотел бы вот о чем узнать. Если сравнивать, ну хотя мы с этого начинали, да, то есть мы говорили о том, что рынок денежных переводов наиболее глобальный, да, наиболее весомый. В Соединенных Штатах Америки, потом, да, Саудовская Аравия, потом Россия. А вот если сравнивать, тем более, что вы-то занимаетесь именно этими регионами. Россию, СНГ, Восточной Европе и Израиль. Вот если сравнить здесь, есть какие-то, так сказать, разницы, да, существенные разницы? И как там выстроить можно по ранжиру? Разница, естественно, есть. Страны можно разделить условно на две большие категории. Первая категория – это страна, которая больше всего отправляет. И вторая категория – это страна, которая больше всего получает. Если мы говорим, что Россия – третья страна по отправке, естественно, это отправляющая страна, и 85% от объема отправки из Российской Федерации приходится на три страны – Узбекистан, Таджикистан и Украина. Соответственно, эти три страны являются странами-получателем. А потом, собственно, да, вспоминая то, о чем мы говорили, мы говорим о том, что вот этот рынок, да, эта услуга денежных переводов остается, прежде всего, гастарбайтерами, да, мигрантами, трудовыми мигрантами. Так корректнее назвать, наверное, трудовыми мигрантами. Логично ли, да, представить, что в России, так сказать, больше всего работают именно граждан Таджикистана, Узбекистана и Украины, да? А как обстоит это дело в Восточной Европе и в Израиле? Вот там интересно, Израиль, в частности, это страна отправляющая или страна принимающая? Это страна отправляющая. В Израиле тоже довольно много мигрантов, естественно, не так, как в Соединенных Штатах Америки и Российской Федерации. Там много иммигрантов из Африки. Много мигрантов из Филиппин. И мы очень видим очень хорошую динамику роста нашего бизнеса, именно как отправка из Израиля в страны Африканского континента и Филиппины. Те люди, которые отправляют из Израиля деньги, они тоже туда работать приехали, да? Да, конечно. Филиппинцы в отелях, в сервис индустрии. Да, там очень много мигрантов. Теперь вот такой вопрос меня очень интересует. Еще раз напомню, мы, так сказать, об этом с вами уже это упомянули, что ли, да? Мы живем в 21 веке, высокие технологии, естественно, развитие, огромное развитие интернета. Во все сферы жизни интернет входит. И мне видится, что именно интернет, ну, в его, в разделе интернет-банкинг, если позволите, вот он может через какое-то время существенно подвинуть услугу денежных переводов. Так ли это? Я с вами соглашусь. Удаленные банковские каналы обслуживания – это та индустрия, которая развивается во всем мире и начала развиваться в Российской Федерации. Да, мы видим все время нарастающий спрос для обслуживания наших клиентов через наши банки-партнеры и через их удаленные каналы. Мы говорим про интернет-банк, мы говорим про мобильный банк, функционал по отправке денежного перевода через банкоматы или банковские киоски. Мы не говорим о больших объемах сейчас, но да, за этим будущее в трех-пятилетнем горизонте. То есть это вот, как бы, да, это сегмент рынка, который… Который только начинается и будет развиваться. Да, существенно, и будет, как бы, составлять вам конкуренцию достаточно серьезную. Ну, не вам конкретно, я не говорю, а там Манеграм, например, а именно вот рынку денежных переводов. Потому что это немножко иная история. Мы там присутствуем, мы там и будем присутствовать. Сейчас идут проекты в регионе с нашими банковскими партнерами, где мы будем предлагать нашим клиентам этот функционал – отправка денежного перевода с банковского счета через систему Манеграм. Ну, понятно, да. То есть если, опять-таки, да, мы говорим, что грамотно развивать свой бизнес, надо смотреть немножко вперед, на несколько шагов вперед. Очевидно, что за интернетом будущее, и, наверное, есть смысл переориентироваться в этот сегмент. Ну, это одна из сфер развития, которой сейчас мы занимаемся. Занимается, которая планируется, да, естественно. Я понял. Поговорим о регионах, о регионах России. Опять традиционно, да, эта фраза звучит. А тем более разговор о деньгах, да. Мы говорим о том, что очень часто услуги, ну, различных сфер бизнеса, я опять напомню, в этой студии ежедневно бизнесмены, которые занимаются разными вещами. И, тем не менее, очень часто мы сходимся в одном, да, что в Москве, в Санкт-Петербурге, условно говоря, этот рынок развит, этот рынок востребован, этот какой-то, в кавычках, я ставлю сейчас, и подразумеваю, что и рынок денежных переводов тоже. А отъехав чуть там за МКАД или чуть от Москвы, от Питера, да, мы видим уже совсем другая история. Это связано с неразвитностью инфраструктуры, невостребованием строительной услуги, вот, по какой-то причине. И, ну, не хочется опять говорить о разнице в восприятии, да, действительности столичного жителя или провинциала, но тоже отношение какое-то, да. Если для интернет, для москвича в Санкт-Петербурге, это уже привычная какая-то, да, сфера, сфера, сфера жизни, то, наверное, для человека, который живет в глубинке, это еще под вопросом все стоит. Ну, так, собственно, вопрос именно этот, да. Есть ли кардинальные отличия от того, что происходит в регионах, ну, и регионы имеются в виду далеко от Москвы? Отличия, конечно, присутствуют. Если мы рассматриваем отправку денежных средств в страны дальнего зарубежья, Европа, США, то основные отправители, они, естественно, в Москве, Петербурге и в оставшихся 11 городах с населением более миллиона. Это связано именно с тем, что они отправляют деньги туда, да, в дальние зарубежья? В дальние зарубежья. Если мы говорим про ближние зарубежья, Центральная Азия, страны СНГ, то переводы идут со всей страны. Да, их очень много идет из крупнейших городов, но по нашей статистике мы иногда видим, что переводы идут совершенно из маленьких деревень. Это обусловлено тем, что мы работаем эксклюзивно со Сбербанком Российской Федерации. А он везде. А он везде. Соответственно, иммигранты, которые работают где-то в Сибири на добыче нефти или каких-то ископаемых, там концентрированная и группа, и только присутствует Сбербанк России. Соответственно, они пользуются системой MoneyGram, чтобы отправить деньги. В данном случае для вас, в частности, и для компаний, которые занимаются денежными переводами, Сбербанк – это в Российской Федерации, по крайней мере. Это стратегический партнер. Да, да, да. Это такая история. Палочка-выручалочка такая. Представляете, если бы не было этого партнера, вам самим надо было организовывать эту сеть, ехать в глубинку, что-то там затевать. Но кроме Сбербанка мы работаем еще с другими 22 банковскими партнерами. Сейчас рынок активно сдвигается из банковского канала в ритейловые сети. В конце прошлого года мы начали предоставлять нашу услугу через сеть салонов связного. Соответственно, сейчас переводы в дальние зарубежные MoneyGram можно сделать в любом из более чем 3300 салонов связного по всей стране. То есть в данном случае по количеству розницы связной уже на уровне Сбербанка? Сбербанк побольше. Мы работаем все вместе более чем из 9500 отделений Сбербанка. Связной – это чуть больше 3300. Ну, в три раза, и, собственно, тем не менее, все-таки связной – это несопоставимый по уровню. Сбербанк – это Сбербанк, а связной – это связной. С другой стороны, люди привыкли ходить в салоны сотовой связи, покупать телефоны, начинают делать уже какие-то финансовые операции, и мы видим очень серьезный поток наших клиентов через связной. Ну, логично говорить, вот вы говорите, да, что мы переориентируемся с банков-партнеров на партнеров-ритейлеров. Эти ритейлеры именно занимающиеся связью, или, может, какие-то другие еще предположить можно, ритейлеры. Не мы переориентируемся, рынок переориентируется. Рынок нас, да, рынок нас перенаправляет, конечно. Если рассмотреть глобальные тенденции, это происходит на всех рынках, денежные переводы сдвигаются из банковского канала в ритейловый, и это часть нашей стратегии. То есть мы, кроме банковского канала, развиваем ритейл, связное, мы планируем прибавить еще какие-то другие сети в течение 2013-2014 года. Ну, именно сети, связанные с телефонией, да? Не обязательно, это могут быть другие ритейлеры. Ну, какие, например? Любая сеть супермаркетов. Например, да? Да, это может быть сеть супермаркетов, это могут быть какие-то этнические магазины. Здесь нету предела. Ну да, действительно. Мы идем туда, где людям удобно получить нашу услугу. Естественно, мы начинаем с больших федеральных сетей, и со временем наша стратегия подосматривает уходить все вглубь, вглубь и вглубь в более мелкий сегмент. Да, и в данном случае, опять, если мы говорим о ритейле продуктовом, да, это тоже логично, потому что, да, большая сеть, да, куда люди идут? В магазин и в Сбербанк. Да, людям удобно, они пришли купить продукты, сделать денежный перевод, все обслуживается, да, в одном месте. Абсолютно верно, абсолютно логично. В связи с этим еще буквально два слова, сейчас мы опять пойдем на новости. Вот по поводу стратегии развития, что предусматривает она, помимо того, что вы, так сказать, будете еще и рассматривать ритейл, да, рассматривать каких-то других партнеров стратегических? На самом деле, это и есть стратегия развития, мы планируем привлекать еще дополнительных банковских партнеров, мы планируем, кроме связного, подписать еще какие-то другие ритейловые сети, и третье направление развития, это развитие удаленных каналов обслуживания. То есть, вот три основных направления. Удаленный канал, если можно поподробнее, Жень, что это значит? Банковские каналы, это предлагать наши услуги через интернет-банкинг, банкоматы, банковские киоски, мобильные приложения. Вот в вашем генеральном плане развития, да, есть ли планы поменять географию, ну, расширить, естественно, ее каким-то образом? Или вы настолько, так сказать, многоканально, вы настолько широко присутствуете в мире, что это уже не головная боль? Ну, сейчас в моем регионе мы планируем и надеемся, что нам получится выйти еще в одну страну, я не хотел бы сейчас говорить в какую, но это в планах наших есть. Ну, это, я так понимаю, не такие уж далекие планы, наверное. Да, мы работаем над этими сейчас. Я понял. Хорошо. Тогда еще вот такие вопросы. С кем, да, в ближайшее время, вот мы сейчас говорили о партнерах, да, о партнерах, банках или ритейлевых состях. Вот вновь в связи с разговором о вашем, так сказать, в ваших планах развития, с кем вы планируете заключить соглашение в ближайшее время? У нас сейчас идет много переговоров с различными партнерами. Наши переговоры обычно начинаются с подписания соглашения конфиденциальности, и пока мы не подпишем, к сожалению, я не могу раскрывать наших потенциальных партнеров, с кем у нас ведут переговоры. Это логично. Ну, достаточно сказать то, что, извините, да, что их достаточно количество. Их достаточно много, и сейчас мы на рынке сделаем какие-то анонсы, как будто подписаны новые сети. Все-таки хотелось бы вернуться опять к проблеме конкуренции, но если она существует. Вот эта вот история с тем, что вы не представлены внутри России, да, это может как-то в ближайшее время как-то поменяться? Мы всегда рассматриваем дополнительные возможности для нашей компании. В прошлом году был принят закон 161 ФЗ. Согласно этого закона, для того, чтобы проводить переводы внутри Российской Федерации в российских рублях, необходимо зарегистрировать денежную систему и оператора денежной системы в соответствии с законодательством Российской Федерации. На данный момент времени стратегически мы не считаем, что это должно быть приоритетным шагом нашего развития в 2013-2014 году. Ну, понятно. То есть, в принципе, это пока не актуально, да? Пока не актуально. Рынок растет, компания растет быстрее рынка, и мы хотим сфокусироваться на тех... Я понял. Жень, сейчас еще раз новости послушаем, потом... Ну что ж, друзья, моя последняя часть сегодняшнего эфира. 12 минут у нас осталось. Я напомню, мы обсуждаем сегодня рынок денежных переводов в России, который живет и развивается. По крайней мере, такой вывод, да, я сегодня делаю из разговора с моим гостем. В гостях Евгений Бутюгин, региональный директор Мани Грамм в России, СНГ, Восточной Европе и Израиле. Собственно, причина этого бурного развития также была уже сегодня озвучена. Как правило, наиболее востребована эта услуга, да, в среде трудовых мигрантов. Люди приезжают в Россию на заработки, как вы знаете. Россия в данной ситуации открывает свои объятия, двери, да, приглашает трудовых мигрантов. Зарабатывают они здесь деньги и отправляют их на родину поддержать свои семьи, что тоже вполне логично. Я вернусь, Жень, к разговору о некой конкуренции. Ну, мы не будем сейчас обсуждать, как обстоит это дело вокруг вас, да, тем более, что, в принципе, я так понимаю, что не каждая компания, оказывающая подобную сумму, вам создает конкурентность. Вы, ребята, большие, крупные, вот, важные. Я хотел бы с другой точки зрения на эту проблему посмотреть, а что, в принципе, да, может быть конкурентоспособным. То есть, вот, вы, условно говоря, привлекаете клиентов, да, и по сравнению с вашими партнерами создаете, ну, естественно, более благоприятные условия. Вот, что это, что это за условия, да, где это конкурентность борьба, если можно так сказать, в чем она. Ну, в тарификации наверняка. Сколько стоит отправить тысячу, ну, такой у нас, как на срочном рынке Форс, да, такой стандартный контракт пары евро-долларов. Сколько стоит тысячу долларов отправить? Например, если вы хотите отправить тысячу долларов в страну дальнего зарубежья, это будет вам стоить 50 долларов в США. Стандартно. Тем не менее, компания постоянно проводит какие-то специальные акции, нужно за ними, там, кто пользуется нашим услугами, постоянно следить. Например, в связи с предоставлением нашей услуги в сети салонов связной, мы сделали на 6 месяцев специальные промо-тарифы. Соответственно, тысяча долларов будет стоить перевести в 40 долларов. Также мы сейчас планируем специальную акцию продолжительность 1 месяц. Она начнется с 1 мая, также в сети связной, где можно будет сделать любой перевод в дальнее зарубежье за 3 доллара. За 3 доллара? За 3 доллара. Против 50 изначально. Да. Это неплохо. Ну, то есть, другими словами, вот, учитывая жесткую, видимо, конкуренцию на этом рынке, вы привлекаете клиентов именно такими разовыми акциями, да? Разовыми акциями также мы привлекаем. Глобальное снижение тарифов наверняка сложно себе представить. Вот 5%, да, тысяча, если 50 долларов, это 5%. А вот взяли и там 1% сделали. Вряд ли это можно представить. Это лимитированные акции для того, чтобы привлечь клиентов и также заслужить их лояльность. С сервисом, чтобы они его попробовали, чтобы они поняли, что это надежно, что это работает и что это качественно. Так, хорошо. Вот это одна из сторон, ну, и наверняка самая основная, да, преимущество вашей, в частности, ну, и любой другой компании, это дешевизна, да? Чем дешевле, тем лучше. Я смотрю, выбираю, где мне это стоит меньших расходов. А еще чем можно привлечь? Ну, естественно, глобальной сетью, потому что очень лимитированное количество компаний у конкурентов может предложить переводы по 197 странам с общим количеством точек более чем 300 тысяч точек. Также мы говорим о том, что... Очень лимитированные, ну, то есть, там, сколько их, порядка 10 наименований, а то и меньше, наверное, да? Я думаю, одна или две. Одна или две, ну, кроме вас, естественно. Да. Это серьезно, это серьезно. Также наш перевод... То есть, география, да, вторая сторона? География. Да, вторая точка. География, куда послать. Также развитость нашей сети в Российской Федерации. Все вместе, вместе с банковским каналом и ритейловым каналом у нас 15 тысяч точек в Российской Федерации. Мы говорим, это откуда послать, соответственно, да? Откуда послать, да. То есть, 15 тысяч точек, а ваш конкурент имеет, условно говоря, тысячу точек. Да, естественно, я буду смотреть на... Финансовая стабильность компании. Компания является международной компанией со штаб-квартирой в Далласе. Вот, вот, да. Мы вспоминаем, опять же, она торгуется на Найсе, да, насколько я понял. На Найорской фондовой бирже. Совершенно верно. И в этом случае, может быть, аргументом, опять я делаю выбор в пользу того, кто финансово стоит на ногах. Кстати, потрепало после кризиса. Нет, компания чувствует себя уверенно. Акции показывают хорошую динамику роста. Нет, естественно, как и все бизнесы, это оказывает на нас воздействие. Но очень много мы видим позитивного. То есть количество переводов и количество стран, оно постоянно увеличивается. Если говорить, смотрите, вы услугу оказываете, это все-таки вы компания, которая пришла из-за границы на российский рынок. А наверняка есть, ну, я предположу, как минимум вы меня, может быть, и опровергнете, мои надежды. Есть компании, которые выросли в России, которые оказывают, примерно, такие же услуги. Но не внутри России, я имею в виду, да, а такие же транснациональные переводы. Есть такие компании? Такого масштаба трудно будет назвать компанию. Из 19 местных игроков, наверное, 2 или 3 компании имеют возможность делать переводы в дальнее зарубежье. Но они очень лимитированы, и они не контролируют свою сеть. То есть локальные игроки, они в основном действуют на рынке России и СНГ. Компании, которые соизмеримы по сети с нашей компанией, их не существует. Вряд ли, да. Смотрите, просто о чем хотел спросить, предполагая, что все-таки у вас есть, да, среди ближайших конкурентов, компании, выросшие на российской земле, что называется, в российской действительности, очень часто, когда мы сравниваем две, ну, равные, может, по величине, или приблизительно равные величине компании, одна из них иностранная, другая российская, мы говорим о том, что вот российская компания, она может быть более успешной. Почему? Потому что она российская, она внутри российского менталитета, что называется. Она понимает процессы, да, которые здесь происходят изнутри. А те, кто приходят из-за рубежа, очень часто сталкиваются с какой-то действией и говорят, о, непонятно, как к этому относиться. И это становится проблемой. Вот можно говорить о том, что, да, у вас есть российский конкурент, который, так сказать, обладая некими ментальными знаниями, может составить вам серьезную преграду для развития. Или здесь нет все-таки никаких... Я бы не стал бы говорить, что кто-то может сделать серьезные преграды для развития. У каждой компании есть какой-то нишевый фокус, и это нормально. Локальные игроки успешны как в переводах внутри Российской Федерации, так и в переводах в ближние зарубежья и в страны СНГ. Наша стратегия сфокусирована на переводах в дальние зарубежья. Да, мы присутствуем в странах СНГ, но для нас это не является ключевой стратегией. Я понял. Ну, то есть, вот, опять-таки, да, на что хочу педалировать? Здесь вот эта вот история с ментальностью, она не является ключевой, да? То есть, понимание некой психологии российского клиента для вас это не является принципиальным. Рынок высококонкурентный. На рынке присутствует 19 систем, и очень много конкуренции происходит именно за счет снижения цены. То есть, мы увидим, мы рассчитываем в течение следующих трех-пяти лет консолидацию отрасли, но на данный момент времени я не вижу каких-то конкурентных преимуществ. Как, кстати, консолидацию отрасли, как она будет выглядеть? То есть, вы будете поглощать более мелких игроков? Не мы будем поглощать, а рынок, да, будет слияние и поглощение. Посмотрим, как рынок будет развиваться. Это, кстати, вот, ну, вполне естественно, особенно в нашем глобальном мире, если говорить о рынке денежных переводов, вот, причиной тому, что, вот вы говорите, да, в ближайшее время могут быть эти самые слияния и поглощения, причиной тому, что сложно выживать на этом рынке, большая конкуренция, мало клиентуры, все поделено, почему, почему вы считаете, что так? Высокая конкуренция, тарифы постоянно снижаются, и конкурировать уже за счет тарифов невозможно. Практически невозможно, либо себе в убыток работать, да? И некоторые системы наверняка работают себе в убыток, и, как мы понимаем, экономика все равно не прощает ошибок, и рано или поздно эти компании не прекратят свою деятельность. Поэтому мы говорим, что в ближайшее время мы ожидаем какую-то консолидацию, и вполне возможно, какие-то игроки, в основном это местные, локальные игроки, уйдут с этого рынка. То есть в этом случае обычно такое забавное слово употребляют, да, мы будем ждать оптимизацию, не да, мы будем, ожидается оптимизация некая. В частности, если здесь говорить об оптимизации, то это, естественно, да, всячески сокращают, да, издержки на рабочую силу, на одно, на второе, на третье, а проще всего что сделать? Проще объединиться, да, соответственно. И разделить эти издержки между... Да, между партнерами, или в данном случае между коллегами. Хорошо, я понял. И последние, наверное, да, две минутки у нас осталось. Последний вопрос, который мы обычно, так сказать, обсуждаем уже под финал программы. Ну, на ваш взгляд, опять, вот рынок денежных переводов, его ближайшие перспективы, вот в глобальном масштабе, изменится ли он как-то, изменится ли он как-то там, ну, физически изменится, он будет, сейчас он так выглядит, через пять лет он будет выглядеть иначе, его масштабы, может быть, изменятся. Может быть, вообще народ перестанет переводить деньги, и будет как-то иначе, да, эту проблему по-другому решать? Ну, рынок постоянно меняется, он будет меняться, и он отражает глобальные процессы, которые сейчас происходят. Если мы посмотрим кризис в Европе, кризис в США, мы видим, что прирост транзакций из этих стран, он снижается. Как результат кризиса, да? Как результат кризиса. Также мы можем посмотреть, нам, демографические процессы. Например, много людей начинает переезжать на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. Им уже ни к чему, да, денежные переводы, потому что семья уже здесь живет. Мы видим более интересную тенденцию, что переводы, например, из Средней Азии, отправка из Средней Азии в Российскую Федерацию начинает расти. То есть рынок постоянно меняется, рынок постоянно растет, и мы ожидаем, что прирост в районе 15-20% из года в год в ближайшие годы он будет стабилен. Да, будет стабилен. Ну, 15-20% это приличная, это приличная величина, дай бог, что так оно и было. Уважаемые слушатели, я буду заканчивать наш сегодняшний эфир. Еще раз с удовольствием я благодарю сегодняшнего гостя. Это был Евгений Бутюгин, региональный директор MoneyGram в России, СНГ, Восточной Европе и Израиле. Мы обсуждали сегодня рынок денежных переводов в России. И еще раз повторю, как из нашего сегодняшнего эфира стало ясно, он живет, он ширится, да, и у него огромные перспективы. Дай бог, чтобы все так и было. Огромное спасибо вам за внимание, всего хорошего, успехов в бизнесе.